Три вещи поработать, которые прям очень важны и критичны и недоставны. Я достаточно волнуюсь. Значит, первая вещь кажется тривиальной, но на самом деле для меня это вот совсем не тривиально, совсем это не очевидно. Это про принятие моей души, как вообще самой главной инстанции для меня. Что это значит? Это значит, что наконец-то я своей души разрешаю чувствовать. Ей всегда разрешено. Она, самое главное, даже не нужна, это мои разрешения. Я только наконец-то убираю все эти сопротивления и страхи. И моей дорогой душе позволяется свободно, спокойно, без страха, без каких-то оглядок на кого-то. Ни меня, ни на кого-то другого позволяется чувствовать то, что она чувствует. Потому что то, что она чувствует, это и есть моя жизнь, и здесь есть своё явление, это меня. И без этого нет жизни. И нет для меня радости, нет чувства, нет счастья, нет ничего. И я начала это проговаривать, и даже мне захотелось заплакать настолько, как бы это было где-то внутри, и это было запрещено. Вот, всё это время. И теперь я позволяю, разрешая, всё отпускаю. И моей душе можно злиться. Но на этот раз мы уже разобрали, я помогла ей в своей душе разобраться. И раньше из-за того, что было очень много запретов, и я чувствовала беспомощность перед родителями, и я так же до ужаса просто боюсь моей мамы, то я признаю этот свой страх сейчас. И я теперь понимаю, насколько я сдерживала себя, и я пришла тоже к отчаянию. Я пришла к отчаянию что-то объяснить моей маме, вообще родителям. И поэтому я сказала себе, тогда нет вообще смысла это чувствовать, раз я не могу это им никак объяснить. И в этом огромная ошибка, потому что то, насколько они готовы принять мои чувства, а они нет. И может быть много разных других случаев, когда не будет готовности принять чувства. Чувства, желания или просто существования меня, как я есть. Нет готовности. Но это не значит, что я не имею права это чувствовать. И я не имею права быть, как я есть. И я не имею права жить, как я есть. Просто существовать. Конечно же, я имею это право. И сейчас я себе возвращаю это право. Главное, что из-за этого своего страха и огромного отчаяния, я перестала чувствовать эту злость. Я как бы запретила себе чувствовать злость, потому что как бы некому. Это все равно, что зачем мне писать письма, если я адресат их не хочет принимать. Но в данном случае это работает так, что важно написать письма. А уже кто хочет принять, это уже их дело. И тоже нужно принять их, как они есть. Потому что не принимая моих родителей, как они есть, я всегда билась об стенку. А это стенка. И она не меняется. Уже точно мой папа на том свете точно уже не изменится. Да и моя мама уже престарелая. Она не изменится. Тем более с таким тяжелым расстройством личности, как психопатия. Нарциссизм, она никак не изменится. Но это не означает, что я должна перестать чувствовать чувства, которые я чувствовала. И которые я чувствую сейчас. И то мое разочарование, которое я чувствую. И сожаление о том, что все так произошло. И о том, что мы не встретились с нашими родителями. Не смогли. Мы живем в разных плоскостях. Они для того, чтобы выжить. Просто вышли из плоскости чувств. Но они очень и очень сильно ранили наши чувства. Я теперь так же. Я не захожу. Что, какими людьми были мои родители. Какими личностями они были. Я буду относиться по делу. Я буду относиться по фактам того, что они сделали. И что это. Какие чувства это вызвало во мне. И как это отразилось на мою. На мою жизнь. На мои отношения с людьми. На мои чувства. И я опять пройду весь этот свой сценарий. Все, что я накопала. Все, что вспомнила. Душа и сама на самом деле. Прыгает у меня перед глазами. Разные ситуации. Я разговариваю. И они прямо у меня прыгают. В целых фестивалях. И я постараюсь еще раз. Но уже не стесняя себя. Ни в каких чувствах. Не стыдясь. И не виняя себя. И не ограничивая. И осознавая страх. Вместе с ним. Он никуда не денется. И родители очень важны для меня. И важно признать, что я меньше важна для них. И то, как я буду все это проживать. От этого будет потом зависеть. И мое самоощущение. И как я освобождаюсь. И каким легким сердцем я буду жить. Если я вообще буду жить. И если я останусь на этой нашей прекрасной планете. Но 100% мне будет намного приятнее и цельнее жить вместе с моими чувствами. И я назначаю мою душу самой главной надо мной. И не приказы моих родителей, которые страдали от каких-то расстройств. И это их история. И я, к сожалению, этого не могу изменить. Не ругая их. Не наоборот, приходя им на помощь. Это что-то, чего я не могу изменить. Это первая вещь. И там очень много, конечно же, боли. Очень много злости. Вот этот бульдожка. Этот пизгуль несчастный. Разорваный на клочья. Которого втравливали возле этих боев. Собачьих боев. На самом деле, эта жестокость шла от его хозяйства. От тех людей, у которых он находился. Мои родители ответственные за это. И если раньше меня триггерило и меня вышибало. Я чувствовала где-то непосредственность какое-то насилие. И меня просто не хотелось выйти с автоматом и всех перестрелять. То я сейчас понимаю, что возможно, да, у меня и будет это чувство перестрелять всех. Злость неимоверная. Просто огромная злость. Но эта злость должна идти на этот раз по адресу. А адрес это все-таки мои родители. И я должна прожить эти чувства. И должна их выразить. Захотят они меня слышать хорошо. Они захотят тоже хорошо. Есть разные системы. Можно написать письмо. И не отправлять его, а, не знаю, сжечь его. Или отправить какими-то пожеланиями в небеса, в воздух, в энергию. Можно сделать систему пустого стула и пригласить на пустой стул того родителя, с которым я хочу побеседовать, и которому я хочу назад вернуть. Всю ту величайшую боль, которую они, она, он, вывалили на меня. Просто вывалили, специально запланировали привести меня в этот мир. Для того, чтобы был кто-то более уязвимый, чем они, полностью зависимый, любящий их. Для того, чтобы они могли сделать как можно больнее. Для того, чтобы проявить эту боль, которой они питаются. И я хочу выразить им, сгрузить в себя эту боль обратно. Захотят они ее принять, хорошо они захотят, нет. Но ответственность лежит. И я возвращу им эту ответственность. Пока что у меня вот прям слишком много этих планов. Я надеюсь, что у меня получится это все проработать, как я это и планирую. В общем, таким образом, вот две вещи уже, да. Первое, это поставить мою душу во главе. То есть мнение каких-то людей, если я иду от собственного желания, от собственного позыва моей души, они с этого момента не играют никакой роли. Никакие заманутие. А почему бы тебе это не сделать? А почему бы тебе это не попробовать? А у нас так здорово, а у нас вообще это очень хорошо получается. Вот эти все манящие рекламы, манящие зазывы, эти все хвастающиеся люди или просто успешные люди, которые где-то привлекают мой глаз, мое внимание. Это все становится неважно, потому что я хочу теперь слушать свою душу и что она желает нужным в данный момент, в данную секунду. Душа – это всегда о настоящем, это всегда о настоящем моменте. Это то, что вот ей прям очень хочется делать в данную минуту. И это то, что я делаю. То, что мне не хочется делать в данную минуту, я или договариваюсь со своей душой, на сколько времени придется это делать, или я этого просто не делаю, и я отказываюсь. И я объясняю это тем, что я, мое я, не согласна. Я не согласна. И почему? Потому что это не то, чтобы есть какие-то особые причины для этого, а причина просто в том, что это не идет от меня, и это сейчас не мое горящее желание. Это была вот такая первая вещь. И поэтому у меня есть вот эта наркотическая от моей мамы, от меня сердца тоже, от меня все время ожидалось, каких-то успехов, быть все время как кто-то, все время, и поэтому все время я мониторю как бы окружение на какие-то успехи. И если есть какой-то успех, у меня уже автоматически, из того, что я была так воспитана, выскакивает пути, доказывать себя. Но я больше не буду этого делать, я заканчиваю с этим, потому что я хочу делать, что хорошо мне, и что хочется мне. И то, что мне хочется, это то, что мне хочется вот сейчас и здесь. Не где-то когда-то я сейчас запушу узила, и буду еще точить лямку, еще и следующие 50 лет, неизвестно для кого и для кого это хорошо. Нет, я это делаю для себя. И если это кого-то разочаровывает, или кому-то не нравится, или, не знаю, не отвечает чьим-то стандартам, то эти люди могут жить, пожалуйста, по своим стандартам и могут общаться с людьми их стандартов. Я хочу общаться вот с такими людьми, которые дружат собственной душой, дружат свою душу. Значит, это вот это было первое. Второе, это вышло из этого вот про Пингуля, про мне нужно прям прочувствовать. Я с сыном, мы делали немножко бокс, у него есть боксерские перчатки, потому что его папа с его женой все пытались из моего сына сделать настоящего мужчину. И он ходил какое-то время на боксерский кружок, но ему это в итоге совсем не понравилось. Он мальчик нежный, тонкий, думающий, чувствующий. И это немножечко не идет. Но выпустит вот такой агрессивный пар, который вот у меня тоже поднялся, там огромное количество этой злости. Я просто готова была всех побивать. И я даже немножечко, я очень не люблю заниматься вегом. Я сегодня вот тут у нас по полям пробежалась, по дороге. И буду увеличивать, наверное, дистанцию. И вот мы боксируем с моим сыном. Мы держим подушку и боксерскими перчатками боксируем. У него тоже много там накопленных разных агрессий, которые он не может выразить. Возможно, и ко мне, и к жизни, и к его отцу. Это такой период. В общем, это, я думаю, будет неплохо. И хотя я думаю, что, может быть, даже было бы неплохо для него вообще вернуться, заняться боксом, но он не хочет. И таким образом я хочу всю эту ненависть, всю эту боль, всю эту злость, ненависть, гнев за эту чудовищную несправедливость, которую совершили надо мной, с моего самого-самого рождения. Я хочу тоже это прочувствовать. И это все... Выкакать эти чувства. Вы знаете, эти чувства, они как вот действительно, как сходить в туалет. Что оно что-то накапливается, мы не освобождаем. Оно там спрессовывается у нас внутри. Пока оказывается, что мы всю жизнь не ходили в туалет. Мы просто ломаемся. И тогда вот начинает все рушиться. Что, в принципе, вот и происходит со мной. И теперь вот нужно это все разгружать. Вот я разгружала, разгружала, разгружала. И сейчас убрала уже границы. И вот сейчас уже я пытаюсь выстраивать, начинать выстраивать себя. И вот эти... Это просто само собой получилось. Так я ничего не планировала. Это вот моя душа на меня так ведет к этому. И вот такие чувства стали появляться. И вот второе, а третья вещь. Значит, моя проблема в том, что вот много всего сошло, разные переживания, которые были, но неизменно поднимается одно и то же какое-то внутреннее напряжение. И это не просто напряжение, да. Это напряжение, когда... Если оно большое, то хочется просто с разбегу побежать и прыгнуть с какого-то моста. Оно мучительное, это напряжение. И вот оно тоже сидит вот на этом вагушевом нерве. Вот оно прыгает и прыгает. И у меня оно потом отдает вот это в грудь. И у меня все кусается. Этот рак мне все... отгрызает мне изнутри эту грудь. И все кусается и кусается. И... Я была вчера у зубного врача. Мне сделали вот корень. И неожиданно, когда... Я была ввешена в этом напряжении, в этом, да. Это, видите, вот это называется тревожность. Да, вот очень большая проблема вот эта тревожность. Мои родители, в принципе, я думаю, что они были совершенно другими людьми, если бы не было этой мучительной тревожи. Она мучительно изволит. Ты готов сделать все, что угодно. Если не хочешь, конечно, там, покончить жизнь самоубийством, ты будешь делать любые вещи, чтобы сбросить это напряжение. И мои родители, они примерно тоже выходят из одной семьи. И в этой семье сбрасывали, видимо, они их научили сбрасывать это напряжение, этот внутренний стресс, сбрасывать через насилие, через садизм, через сексуальное насилие, да. Вот такие... Это как бы такие оргазмы, оргазмы, садистские оргазмы, которые позволяют людям на какое-то время освободиться. И вот в чем, в принципе, а напряжение это, естественно, оно в его корне лежит огромная боль душевная. Вот. Но я поняла для себя, что моя самая огромная душевная боль это вот та точка, в которой я пришла в жизнь. И я младенец, и я ожидаю только самого прекрасного. И меня приняли насилием и изнасилованием. И вот эта боль, она просто невыносимая. Но что это сделало со мной, это мне не позволило почувствовать себя защищенной. Почувствовать себя под защитой кого-то большего, чем я, которого я очень люблю. И который... Это у нас сидит на биологическом. Ребенка, ему никто... Ребенку никто не говорит, любите его маму. Он... Это у нас врожденное. Привязываться, да, привязываться к нашим главным взрослым. А еще сильнее вот к нашим мамам, родным и отцам. И я не прошла этого этапа привязывания к моим родителям. И я не прошла также этого этапа почувствовать, что кто-то ответственный за меня. Кто-то берет за меня ответственность и за все мои невзгоды. И ответственный за то, чтобы обеспечить меня всем необходимым. И впоследствии образуется чувство, что я нахожусь в такой песочнице и родители где-то охраняют эту песочницу, чтобы я могла играться в эти песочницы и нормально развиваться. Я никогда и не заходила в эту песочницу. Ее просто не было в моей жизни. И у меня нет вот этого чувства, что кто-то ответственный за мои проблемы. И из-за этого я немножко была такая зависимая. И я искала мужчин, которые бы решали за меня мои проблемы. И это, конечно, получалась такая жвачка зависимая. И ничего хорошего из этого не выходило. Потому что получалось, что я как бы унижала себя и сделала из мужчин и вроде какой-то вид родителя, но при том, что еще и люди, которые я выбирала, были тоже не с ней. С расстройствами. Так что ничего хорошего из этого не выходило. И теперь мой план в том, значит, чтобы построить внутри себя этого внутреннего ответственного родителя, который скажет, «Наташенька, все у тебя будет хорошо, я все устрою, я тебя защищаю, я стою на чеку, и ты пока можешь играться в этой песочнице, и ты пока что можешь наконец-то расслабиться, и ты можешь сбросить с тебя этот груз, потому что ты не можешь птичкой лететь по жизни, при том, что у тебя на плечах плита бетонная, которую на тебя возложили твои же родители. Они не то, что сказали мне, «Мы возьмем на тебя все твои проблемы», но, естественно, наоборот, они же взвалили на меня всю свою самую страшную боль, все свои самые страшные страхи, обиды, ненависти, это все было взвалино на меня. И вот эти этапы, они о том, чтобы снять это с меня, проживая эти чувства, их вытащить наружу, наконец-то, мне запрещалось возвращать эти чувства им, хотя я все время боролась, брыкалась, в чем-то они от этого имели еще больше задористости, но в какой-то момент они тоже уже немножечко побаивались, но это не спасло меня от их хилизма, естественно, я все равно очень зависимо была от них, я была маленькой девочкой, а вначале младенец. И я бы хочу вернуть себе вот свою душу, как мое главное, а вовсе не эти страхи, не эти ужасы родителей, вытащить из меня вот эти все злости и ненависти, и получить, построить себе, взрастить внутри меня вот эту ответственную родительку, которая бы взяла ответственность за меня. Мой Чаджи Пекинь, мой дружок прекрасный, профессиональный, написал мне медитацию про встречу с таким человеком. Во многих практиках встречи с сознанием, с высшим Я, это называется встреча с мудрецом, но я хочу большего, я хочу не просто, который человек, как бы внутренне у какой-то личности, который мне советует, что делать, это просто общение с душой, на равных. Нет, я хочу не на равных, я хочу в себе, внутри, потому что снаружи этого не произойдет, у меня нет этих родителей, у других родителей не будет, любая попытка искать где-то таких родителей, естественно, приведет только к каким-то синдиозам, зависимостям и насилию в итоге, поэтому я не буду это побольше делать. Я хочу взрастить вот эту субличность внутри себя, не знаю, как это получится, пока что вот мне немножко переполняют все эти вот эмоции, задания, я считаю, это очень крутые вещи, значит, как я обо всем этом узнала, вот об этой личности, которая должна быть ответственной за меня. Вот я хожу все время, вроде освободилась, вроде все, и каждый раз проявляется вот это напряжение, и я все пыталась понять, что это напряжение такое, и это напряжение, вот я начала пощупывать, и начала понимать, что это напряжение, это вот какое-то чувство моего какого-то ничтожности, что я вот недостойная этой жизни, и больше всего это, это вот такое напряжение, что, ну вот я вот хожу под этой плитой, я не могла никак вот, не могла указать пальцем на и проблему, я пошла к зубному врачу, и врача это очень жесткая, очень, и она там чуть там, не знаю, так ругается вообще, но в итоге она что-то так развеселилась, и стала как-то даже симпатизировать мне, и для меня жалеть меня, а то она мне там слюни у меня такие, она там начала меня отчитывать за то, что у меня текут слюни, ну что я могу поделать, и она как-то не знаю, как-то проявлять ко мне стало какую-то там симпатию, и я вот попала к ней на это кресло, и я доверилась в себя, вот это тоже боль, да, эти зубы, там, ну страшновато это все, и я как-то вот доверилась ей, и я почувствовала, что вот это кабинет, и кстати очень, есть люди, которые действительно ищут вот больницы, в социальных разных службах, они ищут, чтобы их вот баловали, лелели, вот так, как деток маленьких, да, и многие годы, я тоже иногда приходила к врачам, за какие-то вот свои, какие-то непонятные ощущения, да, это был огромный вот этот вот стресс внутри, и, и, инвективно, да, подсознательно, я вот приходила, мне хотелось, чтобы вот кто-то, кто-то взял, кто-то вылечил меня, кто-то взял ответственность за меня, и я вот неожиданно вдруг у нее почувствовала это, вот видимо я вот стала готова к этому, и я буквально сразу как-то мне прям все, вау, у меня, я прям чуть не заснула, она мне там вот эти, мой корень этот ковыряет, у меня там еще 4 канала, это там больно, даже несмотря на то, что уже вычистили эти нервы, все равно больно, и я чуть не заснула от блаженства, я почувствовала себя вот этой мельсинцей, которая не тянет весь мир на своих плечах, а за которую берут ответственность, и я поняла тогда, что мне очень-очень нужно, и потом вечером я пошла тоже на йога-чувств, которая тоже присоединяет к жертву сексуального, к травмам через тело, потому что травмы сидят в теле, и это тоже было очень здорово, и моя душа там со мной немножко пообщалась, как-то она там пришла ко мне, я там поплакала, и вот эта учительница тоже, я почувствовала, что тоже она меня ведет в какое-то место, которое мне неизвестно, она меня учит, она берет ответственность за меня, она знает больше, и она меня принимает, и обнимает, и в этот момент я поняла, насколько же мне этого не хватало, и вот, вот сейчас я буду стараться как-то вот эти три вещи сделать, посмотрим, как у меня это получится, буду следовать все-таки за своей душой, как она проведет меня с этим прекрасным местом, и я тоже для себя размещаю эти медитации, они не сильно профессиональные, но вот эти темы очень-очень важны, и если хотите, вы вот напишите в комментариях, кто хочет эти медитации, и я вам пришлю ленту на них. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!